Здравствуйте, меня зовут Галина, я представляю следовательскую компанию Ипсус. Мы проводим вопросы о различных компаниях. Могли бы выделить нам около 15 минут вашего времени? В целях проверки качества моей работы будет проводиться удиозапись нашего разговора. Согласны ли вы ответить на наши вопросы? Здравствуйте, да, согласен. Извините, не поняла вас? Согласен, согласен, да, здравствуйте. Благодарим вас, согласен принять участие в этом исследовании. Как я могу к вам обращаться, как вас зовут? Меня зовут Гирпес Адольфович. Пожалуйста, возьмите телефон поудобнее. Почему я? Очень плохо слышно. Я хорошо его держу, все очень хорошо. Посмотрите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Гирпес Адольфович. Гирпес Адольфович, правильно слышала? Гирпес, мама пошутила. Моя буква П. Гирпес Адольфович. Гирпес, Гирпес. 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 Гирпес, да. Скажите, пожалуйста, в каком городе вы проживаете постоянно? Постоянно? Постоянно мало. Вообще родился в городе Владивосток. Сейчас нахожусь... А в каком городе проживаете постоянно? Ну, в Санкт-Петербург. Ну, не постоянно, а то там, то здесь. Вопрос, в каком городе вы постоянно проживаете? Пожалуйста, уточните. Я постоянно в возъездах. Я, собственно, ученый. То опыт, то на вулканы ездим, то на раскопки. Последний город, в котором я был, это город Новокузьминск. Он слышал, в данной ситуации не могу продолжить интервью. Большое спасибо за деленное время. Всего доброго. До свидания. Снимите прищепку с носа. А так, типа отдых. Исследовательские конторы. Ну, уж лучше там работать, хотя тоже стрёмно, чем в коллекторских конторах. Алло. Алло. Здравствуйте. Мы получили обновление важной для вас информации. Просим оставаться на линии. Будет просто чесать одну и ту же хрень. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что за обновление? Компания БАФИНАНСКОВ. Виталия Гущенкова. Слава Неван. Где-то запись разговора. Это Игорь Николаевич. Информация важная. Это вы? Да, да. Ну, вы сказали, там, автоинформатор сказал, что у вас есть какие-то обновления. Я вас слушаю. Мы, ЛАНСКО, полным представителям импульска. Ну, это я уже говорили. Это уже я знаю. Да, 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 да. Ну, это все с прежней информацией. Что нового? 11 рублей 44 копейки. 274 дня просрочки. Ну, да. Вчера была 273. Обновление в этом и состоит? Что на сегодня 274? Только для этого позвонили? Конечно. А, и все? Ну, спасибо. Спасибо. Я и без вас знал. Я и без вас знал. Спасибо. Ну, так или иначе, не беспокойтесь. Одни считаю. Ну, почему вы не оплачиваете кредит даже частями, Игорь Николаевич? Не пойму вам, какое дело. Сказал автоинформатор, у вас есть обновление. Какое-то ерундовое обновление. Нет, давайте сначала, о чем действительно важное. Какое обновление, кроме того, что новый день прибавился? В том, что вы нарушаете 819 статью гражданского кодекса. Угу. А вчера не нарушал, да, еще? А вот когда один день добавился, все-таки теперь начал нарушать. Нет, а что вас удивляет? Вы же работаете. Я ничего не удивляю. А абсолютно. Это вы меня склоняете к заведомлению данной сделке. Я сейчас, наверное, жалобу ФССП отнесу. Этот разговор записывается. Записывается разговор этот. Будете оплатить либо коллектором, либо кредитором, 308, не стараясь, отнять договор в цепи. Да, да, да. Я сейчас это все записываю. И отнесусь все-таки судебным приставом. Я сейчас не только банк, но и коллектором, но и кредитором. Макбай финансы отнесу. Я-то буду что-то оплачивать. А вот 200 тысяч штраф отхватит ваша контора. Вам это подняться? Вам это, для вас это не новость, да? Поэтому банк дает 3 дня, и здесь вы будете играть в банку в сторону. То есть, что там еще раз? Надо в микрофинансы залезть, да? Надо продать, надо в ломбард сходить. То есть, очевидное склонение к заведомлению невыборной сделке. Нарушение 230-го федерального закона. Причем, вы это подтвердили, барышня. Он даже может и туда не ходить, онлайн работает. Хорошо. Ну, какая разница, да? Действительно, вам тоже не надо никуда ходить. Кроме как к психотерапевту. Психиатру. В вашем случае лучше к психиатру. Телефон, сейчас скажу. 8-964-250-03-58. Записали? Города. Какого города? В смысле, код города. 8-964-964. Префикс. Сотовый оператор. Начало какое-то. 8-964-964. 8-964-250. Записали? 0-3. Написали. Психиатру. Психиатру. Психиатру будут проверять номер, если там предоставили. Конечно, конечно, да. Служба безопасности будет проверять. Будет проверять. С лупой. Это будет предоставление ложной. Да, в тюрьму меня посадят, да. А чей это номер? Ну, просили предоставить дополнительное, я предоставил. Ну, и чей это номер ваш? Ну, и я пользуюсь. А нужно предоставить родственника любого? Любого родственника? Ну, ладно. Памы, папы, приезд. Давайте. Сестру. Плюс 7. 909. А, нет, нет, а я забыл, она же его сейчас, это самое. Да, вот. Плюс 7, 909. 360. 23, 86. Спросить Анастасию. А номер 46, 49 последние цифры сотовые, кому принадлежит? А уже никому поменял, вот сестре принадлежал. Адрес город Киров? На Хавайи, дом 2. Актуальный ваш адрес? Нет, сейчас переехал в Санкт-Петербург. Где кто ты, значит, адрес? Куда вам документы направлять? Вы до меня задумали? Нет, нет, документы мне нафиг. Я для личного визита, я для личного визита, где живу сейчас. Я там не живу, я сейчас живу в Санкт-Петербурге, но я не прописан там. Значит, будем туда документы направлять. Куда? Также и решение суда, вы знаете, да, что суд проходит безвизг на стороне, он, кстати, 26 гражданская процесса. А, уже 126, да? А то у вас 121, 125. Попробуй подавляется решение. Получили вы это письмо или нет? Это судебный приказ, а не письмо. Кого не волнуют? Это судебный приказ, а не письмо. И суд там не проходит никакой. Судебно-приказное производство это не суд. Это просто заявление о выпуске судебного приказа. И на основании 128, 129... Я в решении судебного приказа. А после судебного приказа тогда исковое производство. И как это? Без моего участия вдруг суд пройдет. Что это за суд такой интересный? Медбатываю. Да ладно, да ладно, как это так? Как это так? А вы в какой стране собираетесь меня судить? Интересно, не знать. Арест на имущество. А имущество арестуют как по месту правительства, так и по месту фактического проживания. Если будет доказано, что ваше имущество находится в третьих месяц, в третьем лице приходит. В четвертых тоже. Имеет право приходить с 6 утра до 10 часов вечера. Препятствовать приставу должник не имеет права. Кроме того, не стоит этого делать. Пристав в течение нескольких часов получит соответствующее определение суда и выбьет деприт, заручивший с поддержкой сотрудников МЧС. Выбьет деприт, заручивший с пациентом. Бля, какая. Да, сейчас дальше. Интересно, очень интересно. Да, когда будет пристав выбивать дверь. Очень хорошо. Дверь-то выбито будет, конечно. Дверь-то на работу вряд ли кто-то возьмет. То есть только грузчик, дворник, что там, может быть, не проверяют людей. Все у вас. В смысле, там коллектором продают, коллекторы работают неограниченное количество лет по долгам в досудебном порядке, да? И пройдет там 15-20 лет, не дай бог, что там и что-то случается у нотариуса. В ваши долги вступают ваши родственники, наследие. У нотариуса прям скупают, да? Прям скупают у нотариуса, да? Бля, я не буду его перебивать. Я его не буду перебивать. Мы должны это слышать. По долгам наследодатчера. Вы меня услышали? Конечно, конечно, да. Еще что-нибудь есть? Так вы откажетесь под запись разговора? Вернуть чужие деньги, которые вам не принадлежат? Пиздец, столько приключений мне нарисовало, я хочу все это пережить. Начиная, мне очень любопытно, как сотрудники МЧС будут наблюдать, страховать приставок, который будет выбивать мою дверь. Очень хочу это понаблюдать. После того, как я отменю судебный приказ, да? Прям скупают оплаты по причине. Кредит был оформлен в стиле невозврата. Все верно записано? Ой, иди ты нахер, блядь, малахольная. Действительно, блядь. Так, разговора произведена. Будет являться доказательством, что полный информированный стиль направляется к кредитору. Дальше у нас смотрение к кредитору. Ой, блядь, и уезжай в колхоз свой обратно. Откуда приехала? Все сказали. А мама пускай имущество ваше готовит. До свидания. Спасибо. Еще одно. Мне кажется, это вот очень хороший ролик у нас получается. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Да, слушаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А я с работой должностью. Отдел по работе за должностью ООО МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Федорова Наталья Александровна. Разговор записывается. Игорь Сергеевич, звонок поступил по поводу долга вашего? От кого? У вас требования от компании? Что сейчас? Вам звонок поступил? Или вы говорите мне, что я знаю, что он мне поступил? Вам поступил, Игорь Сергеевич. Я знаю, я понимаю, без вашего, собственно говоря, участия. Я вижу, что звонок поступил. Да, звонок поступил по поводу вашего долга? У вас требования от компании в течение суток оплатить 22 тысячи. 980 рублей 83 копейки. Эта сумма на сегодняшний день актуальная. Она у вас ежедневно увеличивается. Вы какую сумму для поглощения долга уже приготовили? Что вы взяли, что я что-то приготовил? 22 дня, потому что находится на просроченной задолженности. Вы же знаете, какого числа вам нужно было его закрыть. Не аргумент. Это не означает, что я должен что-то там готовить. Это аргумент, так как у вас имеется обязательство, которое вы обязаны. Я же ничего же не приготовил, значит, не аргумент. Где и кем вы сейчас работаете? Ни кем и нигде не работаю, богадулю. На стеклоприемном пункте подрабатываю. Как давно вы не работаете? Да хрен, я уже сбился с счета. Да нормально тут, в принципе. На стеклоприемном пункте вроде хватает. Все хорошо. Так получается, вы в анкете ложные данные указывали? А что я там указывал? Вы указали, что вы работаете продавцом, кассиром. 68 тысяч рублей ваш доход. Ну, было дело тогда. Доход указали три месячной. Сейчас я попался. Получается, это ложные данные? Попался, да. У меня клептомания. Своровал пломбир. Меня перевели в стеклоприемный пункт, там ниже этажом. За бутылки принимаю у граждан. Пени начислены были, не можете процент оплачивать? Требования только полное погашение. И отсутствие оплаты нас, к сожалению, конечно, будет вынуждать совершать вызовы. Какие вызовы? Указаны вами номерам. В рамках законодательства Российской Федерации вы дали согласие. Да, пожалуйста, пожалуйста. И оплата нас не поступит. Но на длину звонков ответят ваши родные или близкие. Кстати, они вам готовы будут помочь в решении оплаты в погашении долга вашего? Родные или близкие. Я там, по-моему, если мне память не изменяет, всегда указываю своего кореша. Ну, пишу, что это мой племянник, но это на самом деле кореш мой просто. А больше я никогда никого не указываю. У меня даже номеров не знаю, своих родственников. Кто они там, чем занимаются. Я давно отсыл... В анкете... Ну, там калифан Жорик. Ну, он не Жорик, его, конечно, Георгий зовут. Ну, Жорик. Ну, что мешает прямо сейчас ему позвонить и о помощи его попросить? Да он рядом спит, блять. Помощь. Он проснется, сам будет просить о помощи. Налей, налей. Ну, у меня для него есть чуть-чуть боярки. Подлечу друга. У вас завтра в 16.00 заканчиваются сутки. Предпринимать что будете? А для чего? А что надо предпринимать? Для чего? У вас имеется обязательство, как вы их обязаны... Как вы их будете выполнять? Ты сказал же, ничего не готовил, ничего не буду, делать нечего мне. Что вы это самое... Ага, подтверждайте под запись на разговор, рад, что вы отказываетесь от исполнения финансовых обязательств, так как займы оформляли на мере цели невозврата. Верно? Что вы нам придумывали? Сами говорите, сами за меня отвечаете. Я понимаю, Игорь Сергеевич. Да хрен его знает. Я думаю, что неправильно. С ваших слов информацию сразу зафиксируем. Нет. Полное право у нас, как вы понимаете, на данный момент не поступит в течение суток оплата. Полагать будем, что вы его намеренно оформили, а с целью невозврата. И в дальнейшем мы не сможем с вами лояльную консультацию продолжать. А будем вынуждены ваши документы тогда передавать в досудебный отдел. Это уже на организатор. Изыскание задолженности. И только из-за этого компания вас и призывает действовать. Потому что лично наш отдел в дальнейшем, ну, вряд ли, конечно, поможет в чем-то вам. Даже исходя из названия следующего отдела, вы просто поймите, о чем речь пойдет. До судебного отдела, да. Я думаю, вам из-за этой суммы, но тратить лишние деньги на адвоката, например, юриста, сумма не стоит этого. Это адвокат. Зачем мне адвокат? Я же закон не переуступал, преступление не совершал. Но вы все эти законы у себя удерживаете чужие деньги. Ну, здесь адвокат не нужен. Да даже юрист не нужен. Что думаете, я у вас у первых, что ли? Или вы думаете, что досудебное дело, это вам действительно кажется страшным? Да и знаете, сколько через эти досудебные отделы прошло? Один звонящий меняется на другого. А то и просто название меняется, звонят одни и те же. И вот такую же, да, ересь несут, и все. Сотрудников досудебного отдела намного полномочий выше, чем у нас. Они в рамках 230 федерального закона работают. А вы в рамках какого закона работаете? А вы? Вот, кстати, по улице, кто проживает? Ну да, я знаю, что они имеют право. Да я не знаю, я со своими родственниками не общаюсь. Я давно уже не был, даже не знаю, как дорога, там уже переделали сколько раз на подземный переход. А мама ваша как часто за вас долги оплачивает? Мама моя? Блин, не знаю, может и оплачивает. Да, оплачали с книгами? Да я, я говорю, не общаюсь. А что вы под досудебный отделом? Очень любопытно. А вот вы, они на основании 230 федерального закона работают, а вы на основании чего, который не досудебный? Вы какой отдел вообще, да, кстати говоря? Мы так же, мы с вами связываемся с отделом по работе задолженности. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А, а потом будет досудебный отдел. А вы не на основании 230-го, да, работаете? А потом документы будем передавать уже в досудебный отдел. Досудебный отдел. Так в чем разница? Разница в том, что у сотрудников досудебного отдела есть полное право обратиться в суд. А у вас нету такого права, да? У вас тоже есть. Только не у сотрудников. А обратиться в суд, наверное, только... Я в своей прошлой жизни-то достаточно хорошо себя чувствовал, когда вы говорите про юриста, про адвоката. У меня, знаете, у меня два... Такое редко, хотя говорят в современной реальности встретить человека с двумя высшими образованиями на стеклоприемном пункте, это не фокус. Оно так или иначе... Вы сейчас громче можете говорить? Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Да, это у вас, как его называют, режим самозащиты включается. Вы глохнуть начинаете, когда что-то такое, что не... Игорь Сергеевич. Ну да, я продолжу. Громче буду говорить. Итак, у меня мое прошлое, это действительно адвокатская практика. Ну, так вот, жизнь сложилась, надоело, все, плюнул. У меня, так знаете, свалился, как говорится, в маргинальное болото. И так мне тут хорошо. А вот то, что касается вот этих ваших абсурдных, с точки зрения юридических терминологий заявлений, а с точки зрения обычных человеческих отношений, просто вот этот бред, а я уже близок к общечеловеческим каким-то устоям. Вот этот бред несите своей маме, да. Перед этим спросите, мама, что ты меня без мозгов родила? Мне обычно, блядь, алкаш фары врубил, блядь. А вы сейчас готовы к ностоксинным разговорам? И у мамы, маму тоже свою, у своей мамы, коль ты мою маму затронула, я совершенно с чистой совестью буду сейчас в твою маму, блядь, какашки метать. Так ты у мамы своей, прежде чем про мозги спроси, где она, готовы сейчас к конструктивному разговору, с тобой ведут настоящий конструктивный разговор, курица, ты ненормально, ага, конечно. Ага, я, ты просто не знаешь, что такое конструктивное дело. Ха, помощница, блядь, себе помоги, себе помоги. Давай, в досудебное дело, напугало, знаете, аж заикаюсь от страха. Вот напугало, так напугало. Что-то сегодня день каких-то этих, или, я не знаю, ну прям совсем чокнутых, мать. Максим Викторович, здравствуйте. Здрасте, кто это? Здравствуйте. Привет. Судебный отдел, огоем, пока быстро деньги. Судебный. Меня зовут Ледяева Татьяна Дмитриевна, разговор записывается. Слышно хорошо, Максим Викторович? Да нормально. Какой отдел? Досудебный. Мы звоним по поводу долга вашего. У вас долг 10 138 рублей 56 копеек на текущую дату. Вам в течение суток данный долг требуется вернуться, так как в случае неоплаты компания вправе на вас подать заявление в суд. Отлично. Давайте освободим досудебное дело от этой рутины. Сразу в судебный передавайте. 10 тысяч, нормально. В суд так в суд. Я правильно вас понимаю? Чего? Вы просто следите за не возвращать. Я правильно вас понимаю? Это любопытно. Вы всегда формируете вопрос, сами на него формируете ответ и почему-то хотите, чтобы с вами соглашались. Что за бред? Задала, ответила и говорит это. Во-первых, вы можете не согласиться. Мы лишь как раз таки хотим понять, почему вы не выполняете свои обязательства, если вы, соответственно, не отказываетесь от выполнения обязательств. Если, кстати, по поводу суда, учитывайте, пожалуйста, сразу, что в соответствии с пунктом 1 статьи 98 Гражданского профсоциального кодекса Российской Федерации, если решение суда будет принято в пользу компании, должник будет обязан возмещать все судебные расходы. Это еще больше может увеличить сумму задолженности. Вы сейчас ответили на рынок. Давайте определимся, приоритеты расставим. Плетете, плетете, какие-то потом резко на другую тему перескакиваете. Вы готовы к конструктивному диалогу, барышня? Максим Викторович, так у нас уже конструктивный диалог. Отлично, давайте, чтобы потом я от вас не слышал, что вы не готовы. То есть вы сейчас подтвердили, у нас с вами конструктивный диалог. Пожалуйста, более не употребляйте вот этот вот аргумент, вот это вот возражение ваше, у нас не конструктивное дело. Конструктивное, вы сами сказали. Итак, 10 тысяч у меня долг, я правильно понимаю? Побольше. Сколько? 10 тысяч 138 рублей, 56 копеек. Вначале беседа я вам сумму долг называла. Это все меняет, конечно, конечно. Это все меняет. Вот такая огромная сумма, конечно же. Я согласен, в случае, если суд встанет на вашу сторону, возместить все потери. У кого там крутых адвокатов наймете и так далее. 10 тысяч 130 рублей. Пожалуйста, формируйте на основании третьей статьи Гражданского процессуального кодекса и той статьи, о которой вы упомянули. Исковое заявление. Подавайте на меня в суд, собирайте доказательства, доказывайте мою вину, свою правоту и взыскивайте. А, точнее, отдайте это дело судебному приставу. А, точнее, даже не так. Как только, даже не будет судебного пристава, как только вы получите определение и я получу копию определения о том, что ваши требования удовлетворены полностью, тут же, сразу, вот в течение часа оплачу. Давайте я отвечу. Во-первых, обратите внимание, что по поводу суда, если компания подает заявление в суд, в соответствии с статьей 126 Гражданского процессуального кодекса Это не подача в суд, это подача заявления на выпуск судебного приказа. Это не подача в суд. Вот, заслушайте меня, пожалуйста, до конца. Я вас слушала, мол, я вас не предевала. 128, 129, просто время наше с вами экономлю. 128, 129 того же Гражданского процессуального кодекса. Судебный приказ отменяется по заявлению ответчика. Ну, не ответчика, вот, моей стороны. Так что, давайте-ка мы лучше в суд. Во-первых, обратите внимание. Это уже во-вторых, это уже во-вторых, если не в-третьих. Максим Викторович, я призываю вас к диалогу, к конструктивному. Да, он есть. То есть, не нравится немножко, конечно, что я отвечаю. Пожалуйста, не перебивайте меня, пожалуйста. Давайте, 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 не буду больше. А то вы ведете монолог, а не диалог. Пускай лучше вы будете вести монолог. Давайте вернемся к диалогу. Если вы будете вести монолог, я буду вынужден попрощаться. Эта беседа нужна вам сейчас, не нам. Я слушаю. Ну, слушайте. Слушаю, слушаю. Обратите внимание, во-первых, что согласно вести тот, с федеральным законом мы имеем полное право на одно взаимодействие в день с вами, два раза в неделю и восемь раз в месяц. Я разрешаю три раза в неделю приезжать. Сейчас. Разрешаю. Это вот если... Да. Нам не удалось с вами договориться. До свидания. Приезжайте, поговорим побольше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok